всем доброе утро пробуждаюсь от запаха дыма когда баба курит в туалете весь дым у меня в комнату прет поэтому я сразу просыпаюсь он не во сне от снится мне и потом я слышал во сне запах дыма эти папа сной я сразу пробуждаюсь ну как бы они ничего но на регулярной основе она дает свои результаты ну во первых то что я в 6 7 уже просылаюсь я хочу короче попросить бабушу бана когда курила закрывала двери в туалете пускай дышит своим дымом там потому что весь дым скажу привод она же не знают а мне стыдно сказать ну типа попросить потому что все я всем проснулась его спать не буду сегодня на работу попросили бы забедить короче знамените сегодня мне снился носит погода поменялась дочь капает ну так что бабушка покойная не снилась просто снился дом дом снился где бабушка жила давно нужен мне не снился я там какие-то вещи собирала домой короче такое что-то снилась идти это мелькала далеко соседка покойная бабушка валя такая хорошая была женщина вообще добрая она точно если существует рай или какое-то место она должна быть там может она что-то и делала нехорошая в жизни но то что я видела она блин конечно вообще по соседству помню семья алкашей жила и дети чесоткой заболели так она ходила делай настой с череды и мыло их этих чужих детей грязных таких а те расчесывали себя и у них прошло а родители их не пили и не могли ну не обращая внимание вот как-то странно шоу короче странно шоу человек вроде он родил дитя он должен на нем заботиться у него точно инстинкты есть а он не чувствует это мне кажется тоже какая-то какой-то паразит захвачивает разум человека фу как же период меня постоянно бесит вот это пока она не вытянется это вонизма хотя у меня в комнате свежий воздух по сравнению с коридором у меня просто свежак вчера говорили с хозяйкой она говорит ты ж хоть не съесть так резко типа но будешь съезжать за месяц скажи думаю да ну ладно как-то постараюсь уже она ты шо собираешься съехать но мы говорили говорили о том шо про ужон говорили она по телевизору видела как по телевизору рассказывали что недавно был скандал в джонде вот это варшаве то что они просто так отказывают людям в картах просто отказывают ну просто так из-за того что не любят украинцев их какой-то там уже дник обзывал типа украинцев типа украинки куровый а украинцы там еще что то в общем в общем они специально чтоб все знали это не того что много документов много всего просто они специально делают чтобы куриницы тут не оставались хоть как то хоть как то хоть и поэтому столько отказов просто они это специально делают так шоу не думайте шоу отказа это по каким-то таким важным причинам отказа это потому шоу ну во-первых да по сути то это по телеку показывали по сути то дело долго лежит но потом отказ идет то есть по сути я не думаю что они там работники уже до самого у нас говорились я думаю что у них какое-то указание какое-то типа типа тянуть время то есть человек работает приносит пользу стране налоги платит не пользуется в основном всякими больницами это все сохраняется повышается польская пенсия и все остальное ну там с уровнем типа благодаря я где-то читала такое что благодаря тому что столько наплыв украинцев повышаются социальные эти выплаты есть возможность повысить их но не думайте шоу так поляки все ненавидят там для прям нас не 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 это это есть количество населения так же как в любой стране есть количество населения которое ненавидит ту или иную нацию есть оно везде есть просто тут ярче выражено потому что ну те кто местные они задыхаются от нашей от нашей менталитета от нашей такой бесцеремонностью во многих людей и вообще от присутствия чужих так им страшно становится и вот они начинают такое и как бы и потому что у нас все больше и больше и короче они чувствуют их не уезжают люди те кто остаются они чувствуют что они в ловушке ну потому что это все быстро произошло буквально за пять лет наплыв такой ну вроде сейчас там ушел где куда я собственно подала документы ну вот это случился этот случай то возможно возможно что-то будет улучшение и как-то немножко работа продвинется и может я попаду в ту волну кому не откажут но если откажут то тогда еще раз подамся и не знаю можно так податься еще раз по той же этой ну если допустим вы отказали и все дела то надо брать за аж очевидение за школы и ехать делать пробовать и сделать но как бы тогда уже бы ничего не оставалось то точно но не знаю посмотрим как будет так и будет в любом случае это лучше чем ничего не делать пока они будут тянуть может я доучусь а там глядишь может быть не делать может жалится пожалеет что у меня есть инвалидности я не хочу на ихней шее сидеть я не хочу это я хочу короче получить профессию и им же благо делать ну короче будем смотреть я думаю что мой ангел-хранитель мне поможет во всех моих делах птички поют удивительно да ох уже этот дым конечно надышусь я но знаете я пытаюсь найти положительный момент типа ну вот я этим дымом ядовитым уже ядовитый в любом случае ну это как жить допустим одета идет там лакокрасочная работа вот я этим дымом немножко притравлю может быть каких-нибудь паразитов если они существуют где-нибудь у меня такая мысль что надо все на пользу это и надо допустим подумать что вот ты это этим дымом даже ведь даже мухоморы полезные даже мухоморы в определенных по каплям люди пьют если у них короче если у них короче это болезнь ну там рак я знаю что и люди пьют все что угодно и бывает что я слышала я не знаю правда ли не правда что даже мухоморы болезны некоторые настойку с их делают там для растирания но это что же это же яд это же яд так что я надеюсь что просто этим дымом я убиваю всяких этих даже я считала если горло болит то кто-то рекомендовал курить то есть курение убивает эти паразиты которые бактерии ну эти вирусы бактерии или кто-то там поселяется которые поражают наш организм то есть возможно это дано чтоб меня немножко прокурить прочистить ну так слегонца потому что я сразу окно открываю у меня окно нараспашку на улице тепло осенью дождь дождливая погода поэтому но окно открыто но она оттуда прет этим воздухом но я чувствую хотя когда выхожу коридор там вообще хоть топор вешать и такой кислый запах этих сигарет как будто бухнул кто-то просто сами по себе сигареты такие ну табак такой странный ну в общем такие дела пора вставать хорошо что сегодня на работу даже то что я до пяти потом я короче приеду пол шестого на учебу на 6 одну лекцию пропущу это не страшно потому что я зато буду заработаю денежку и короче и покушаю а это уже польза время быстро летит так тух 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 и уже надо как бы я не на работу то я чух чух уже надо шуровать на учебу и такое у меня постоянное ощущение это как вот сказка о потерянном времени так вот у меня что я ничем не занималась а мне нравится мыть посуду я стою и у меня мысли свободны когда убираешь те мысли не свободны потому что ты думаешь о как тут будет ли оно так чисто достаточно ли оно будет достаточно ли оно будет чисто когда мышь посуду те мысли свободны ну ты думаешь ну я думаю допустим я вообще мыслитель одиночка мыслитель но я думает что знак стрельца это ох это огненный да это огненный знак но корректируется жизни я больше люблю думать я обожаю думать мечтать и вообще иногда мысли меня приводит к расстройству там иногда к юмору ну то есть я могу спокойно думать а потом плакать ну типа так или короче мечтать и кайфовать от этого но сильно мечтать я стараюсь не мечтать так прям входить в эйфорию от мечты потому что тогда мечта не сбывается но я ее уже прожила своих мыслях а надо так чуть-чуть помечтать типа тепло стало на душе и хорошо поэтому для меня мойка посуды и тем более если все так спокойно тихо шубу чтобы по шапке не давали типа ну люди не сгоняли свое зло на работники тогда все хорошо чтобы когда ты просто делаешь свое дело все тогда конечно будет любой работать а если не есть такие работники ну которые сами по себе неадеквате но таких мало я думаю что в основном все хотят спокойно работать так что такие вам дела рассказала сказки бабушки параски когда-то бабушка мне рассказала истории своей жизни я маме рассказывала сказки бабушки пара что-то такое типа бабушки на сказки типа таким скептизмом а мне так обидно было за это за это почему-то но все проходит знаете сегодня еще задумалась если взять вот снился мне дом там где бабушка жила там если взять вот посмотреть на ускорение жизни там же жили родители в том селе ну деревне родители деда потом бабушка туда как-то учительница приехала в эту в это село интересно понаблюдать вот просто они так бегают бегают маленькие фигурки там на работу с работы на работу с работы потом в роддом с дитям обратно ну с моей мамой потом на работу с работы на работу с работы потом туда-сюда таки чтобы на мите перед глазами стоят такие маленькие фигурки и как то это и быстренько бегают бегает бегают а потом короче еще раз в роддом с роддома потом дети выбегают там туда-сюда туда-сюда так всё быстро меня У меня просто память Не память, а фантазия Какое-то такое А потом Хоп-хоп-хоп, дом разваливают Разбирают, типа, все Ну, не, потом эти Родители деда, допустим Умер кто-то первый И хоп-хоп-хоп на кладбище Закопают, хоп И так все быстро-быстро-быстро Прокручивается жизнь вся Бабушка цветы сажает Там пропал и картошку выкапывает Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда А потом, хопа, дом один разобрали Собрали другой сарай Ну, потому что Перестроили там, там был один дом Дальше, потом еще Перестроили Потом Хоп-хоп-хоп-хоп, потом, короче, уже Мы, я уже появилась там Постоянно туда-сюда По саду В огород, ну, сад, огород Вот, короче, там был Большой, ну, большой такой В саду было все, что можно Ягоды Потом, вот это промоталось Промоталось Потом, хоп, уже чужие люди Уже, хопа, привезли бабушку Увезли на кладбище Хопа, пришли чужие люди Посмотрели дом И купили А этот дом Всегда Наверивал на меня Такой Страх Потому что там была дедовая комната Отдельно Пристроена Там была веранда И комната Пристроена Там за печью я ходила И какое-то чудеса Там всегда мне казалось Такое благоговение Волшебство Мне казалось там Потому что Ну, там всегда стол стоял Дед в кладбище Собирал конфеты Я их всегда ела Ну, плюс еще была библиотека Очень любила в библиотеку Заходить дедову Ну, комната Стояла кровать И стеллажи с книжками И всякими И когда мама продала Мне было очень жалко Мне так сжималась душа Именно за книжками За вот этими семьями Я еще переспрашивала А где эти книжки здесь? Да кто знает Где-то на чердак подзабрасывали Ну, то есть Как разрушили мой детский мир Когда это все продали Ну, короче Этот дом Давно мне не снился И тут сегодня приснился Но сегодня перемена погода Дождь такой может Поэтому Такие вещи снятся Ну, короче Интересно Если бы вот так вот Понаблюдать Допустим Жизнь такого-то дома Сто лет И смотришь Как все мечутся Мечутся потом Хоп На кладбище унесли Новые люди зашли И все Жизнь А дом этот до сих пор стоит И стоит красивый С бровками Люди те, что поселились Молодцы Я даже ходила на кладбище Убирала в этом году На могилах Видела этот дом С бровками Красивый Он видный Он в центре села Он как на пьедестале стоит Красавец Его подремонтировали Оставили бровки Потому что эти Ну, эти Вот он Под окнами Такие Ставни Такие Резные И этим бровкам Уже Блин Ё-моё Скука лет И молодцы Конечно Что так Но он раньше Был бордового цвета Как помню Всегда Бордовый Был такой дом Там такого дома Нигде Не видела Красивого И Деду с бабой Завидовали Страшно Завидовали Страшной Зависти И Дед Конечно 70 лет Умер Но у него было ранение В ногу Даже что-то говорили Осколки остались На войне А бабушка Вообще Молодой 60 лет Умерла От кучи болезней Просто Ее Мне кажется Ее Ненавидели Не видом Из-за того Что она Это Ну Учительница Все остальные Колхозники Учителей Были Зарплаты И деньги И Естественно Одежда Какая-то И мебель Плюс Они известные Были Ну как Личности Известные И там Мы выступали Постоянно Мама Говорила Что Выступали Вот сейчас Я с мамой По чуть-чуть Выдавливаю Выдавливаю Информацию Я ж не знаю Она говорит Что оставляли Ну так рассказываю Ее с дедом Оставляли Малую А сами шли На выступление И говорит Дед хочет же спать Залезет на печь А я Говорит Внизу бегаю Такая Пятилетняя Говорит И говорит Только дед заснула Я сама не понимаю Зачем Но я брала Эту Бали Я такая Ну типа Как ванная Только болеет Ну И Гремела Ей так Гупола Один С печи Кричала О Бисове Дитя Чего Ты там Гупаешь Ей же Скучно Малая Ну дети Раньше Конечно Сами Гуляли Не так Как Сейчас А Просто Смешной Случай Даже Я Недавно Только Узнаю Но В любом Случае Мы Должны Быть Благодарны За то Что У нас Хотя Бы Есть Жизнь Представляете Из Какой То Клетки Какого То Сперматозоида Выходит Жизнь А Миллиарды Этих Клеток Пропадают То Могло Быть Миллиарды Этих Детей Короче Людей Но Только Один Только Вы Смогли Я Даже Где-то Считала Что Ты Уже Пробивной Потому Что Ты Смог Пробиться Стать Человеком И Даже То Что У нас Там Не Важно Длинная Короткая Такая Секая Жизнь Ну Блин Это Круто Мы Должны Радоваться И Вообще Конечно Наш Моз Не Соображает Понять Это Осознать Но Если Задуматься У У Мне Кстати Такие Мысли Мне Кажется Более Глубокие Стали Появляться После Того Как Я Стала Учить Язык Мне Кажется Активировался Мозг Активировался Там Такие Участки Которые Не Активизировались До Этого И Мне Кажется Что Улучшилось Мыслительный Процесс Улучшился Какой-то Философский Какой-то Даже Я За собой Заметила Поначалу Когда я Начинаю Учиться Мне Было Тяжело Мне Мозг Отказывался Понимать Что Такое Чувство Что Я Как Во сне Как В тумане А потом Мне Все Так Чёстче Чёстче Наверное Когда Начинаешь Участки Там Мозг 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 Внутри Они Там Наверное Вот Так Вот Ну Отреагируют И Потом Улучшается Работа Мозг Я Не знаю Мне так Кажется Все Хватит Короче Этой Демагогии Пора Вставать Все равно Уже Спад Точно Не буду У меня Тут Еще Штатив Она А этом Там Что Там У меня Стоит Я Не понимаю Что Булка Кусок Я Смотрю Эти Видео Оставляю Телефон Сюда На Штатив Ой Так Классно Фотка Будет Такое Дерево Знаете Как Руки То Ворона Сидит А дерево Мне кажется То Ворона Сейчас Мы Увеличим Вот Это Ворона Или То Ветка Ну Шевелить Нет Листик Блин Просто Листик А Этот Паштет Я Вчера Жрала Тут И Этот Наконец-то Йогурт Доела Йогурту Ничего Не Сталось Химия Химии Потому Что Вообще С ним Не Изменилось Ничего Никаких Изменений Стоял В холодильнике Месяц Полмесяца И Ничего Ему Не Сталось Так же Не Бывает Химия 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 Яйца Осенние Червяки Нас Не Будут Есть Так Так Будем Лежать Очень Классная Тема Пугает Всех Конечно А Шору Быть Если Это Правда Она Она Работала В Бутике Бирлёва Пока Парень Вышли Но С Работы В Одной Из Этих Ужасных Сцен Что И Делать И Куда И Как И Смешать Проблем Она Пошла На Удачу Удача В Жизни Так Много Значит Прёт Меня Прёт Меня Прёт Потому Что Не знаю Почему Находит Такая Волна Какая-то Вдруг Резко Мне Начинают Такое Какие-то Идеи Приходят Неужели Это Проявление Стрельца Неужели Это Знаковое Неужели Это Огненное Это Стезя Ничего Я Не смогу Собой Сделать Не могу Находит Такое Какая-то Вдруг Либо Идея Либо Какая-то Радость Либо Что-то Такое И Короче Я Пою Крак Кричит Ворона Кража Караул Крабёж Пропажа Вор Прокрался Утром Рано Грош Украл Он Из Кармана Карандаш Картон Ку Пробку И Красивую Коробку Стой Ворона Не кричи Не кричи Ты Помолчи Жить Не можешь Без обмана У тебя Ведь нет Кармана Как Подпрыгнула Ворона И моргнула Удивлённо Что же Что же Раньше Не сказали Караул Карман Украли В этом Всё Да На тебе Пахат Надо На Мне Ладно Буду Шушить Волоси 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Катя Пушкарева Добавил субтитры DimaTorzok 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 могу точно сказать по крайней мере уже после 30 ответственны до 30 еще может ладно погнали на ты копе пикапе еще надо собрать шоу с собой взять потому что потом на занятия после работы видите шо творят пахают землю это не пахает наверное стригут или как-то она сейчас на пахнет очень травой стригут стригут а пахнет травой землей потому что трава не сильно высокая я как блин на этом на ферме вот же ж поляки какие молодцы землю стригут трактором все же вообще у нас блин газонокосилкой целый день и будут трещать а тут трактором ты смотри какие негодяи молодцы они часто тут стригут это как бритье ног если вы не знаете кто такие стрельцы то вы сейчас имеете уникальную возможность увидеть стрельца во всей красе это я стрельцы знак огненный стрельцы могут все ну принципе все они если шоу без мыла задницу могут залезть это они могут у стрельцов в день может под настроение появляться сотни супер идей и из которых наверно две будут только действительно толковыми стрельцы всегда все знают всегда то есть на любую проблему можно задать стрельцу проблему описать у стрельца всегда будет ответ как и и что дальше делать стрелец может жить без наличия денег в кармане но стрелец всегда знает что деньги всегда есть это странно осознать и понять стрелец в одной гривной кармане чувствует себя миллионером имея 10 злотых он может купить на последние 10 злотых кофе знаю что там возможно завтра будет что-то и он поэтому верят что нам будет стрелец это такой знак который немножко глушит мужиков как рыбу своим огнем немножко задавливает молодые мужчины никогда в жизни не выдержат огонь стрельца потому как это тяжело это надо быть умудренным опытом человеком а мудрость приходит в принципе не но я понимаю конечно я сама знаю что мудрости либо она есть либо нет но бываешь она приходит с возрастом а с возрастом еще приходят терпение стрельцам надо обязательно терпеливого человека иначе не будет дела потому что стрелец просто сгорает у него все что он пытается он из самых лучших побуждений может сжечь до тыла можно сказать просто напор стрельца не каждый выдержит потому что у стрельца если есть вижу цель как говорится то у него будет такая энергетика переть но вы уже можете это заметить по мне стрелец может выбраться практически из любой ситуации сцепив зубы сжигая прожигая себе на ходу путь стрелец непривередливый и может питаться чем угодно как угодно и старается всегда себе так говорится среди какашек сделать праздник то есть если это какашки значит красиво как-то сложить же было праздничное настроение и с недавних пор я заметила юности стрельцы более такие конечно легкомысленные они еще тыкаются как вот у котята не знают почему в жизни то происходит а почему то чем старше становится стрелечь тем больше осознанности приходит и по ним надо всеми своими такими недостатками и тягами он начинает смеяться как я над собой над некоторыми своими методами поведения я начинаю просто хохотать после того как я это сделаю то есть если что-то мне надо я буду бежать кричать ну не то что кричать а прорываться ну допустим кабинет я буду прорываться кричать паниковать ну но это методика для того чтобы сделать так как мне надо понять что мне дальше делать или ну допустим я там уже он бегала я кричала где номер где-то и люди мне просто подсказали при том что я никого не спрашивала но люди услышали что я нуждаюсь в помощи я об этом кричала и люди мне начали подсказывать то есть я еще буду вам по ходу рассказывать о приколах стрельца интересно мне вдруг такая пришла идея у меня иногда стрельцу вдруг могут приходить разные мысли не обязательно они хорошие и позитивные или полезные но они вдруг приходят откуда-то мойся ванной и вдруг мне приходит мысль и она так приходит она накатывает волной меня загребает ты должна так сделать потому что а вдруг ты так не сделаешь и это будет повлияет как-то давай делай давай и стрелец давай решит и делает это именно так как ему пришла мысль ну то есть очень интересно я такой экземпляр интересный для изучения ну это еще каждый стрелец я думаю индивидуальный в зависимости от того как было жизни как воспитание проходило и у него слаживалась потому что жизнь скорректирует стрельца говорят стрельцы любят компании все допустим у меня я не типичный я не люблю но это я не люблю потому что я в школе носила очки и меня немножко загнобили если стрельца немножко в юности загнобить он не будет любить компании и я стрелец который люблю больше одиночество мыслей но тем не менее не хотят не хватает общения ну в смысле не всегда не хватает общения но я люблю общение но как вот вы уже поняли это я уже говорила не раз то есть пообщался и потом по норам как говорится с возрастом я становлюсь интереснее и такие проявляются более мудрые посту поступки и действия и главное мне что нравится что у меня есть осознанность я понимаю почему это происходит а почему то люди идут до гадалок и до колдунов якобы это до психолога выйдут чтобы узнать что им дальше делать и что им будет а я и так знаю что мне дальше делать всегда любой ситуации и вариант мне приходит молниеносно молниеносно откуда-то я верю в то что он нам приходит откуда-то мысли извне они не рождаются у нас откуда-то может что-то и рождается но в общем это не изучена тема можно на нее рассуждать сколько угодно шла и не распирала снять видео такой пока электричка не пришла я еду на работу сегодня я рада что я еду на работу мне очень там ну как бы на данный момент комфортно потому что меня никто не попрекает не тыкает меня никто не трогает и я делаю быстро стараюсь и как можно быстро и мне нравится что у меня я могу выпить там кофе поесть тарелку супа и получить денежку да тоже главное так что мне такая работа очень-очень-очень-очень подходит на данный момент это вообще идеальный вариант если будешь так получится поработать два месяца то я буду счастлива я буду уставшая но я буду счастлива потому что заработать деньги и возможность у меня уже руки почесываются погасить долги погасить отдать подруге то мне конечно это очень радует это приятное чувство мечта все пошла я я прячусь тут среди вот там людей много а тут нету мы сюда электричка не доезжает тут лифт так я прячусь короче тут на второй половине перрона но уже скоро будет мой поезд не нравится тут так удобненько поезд тел и приехал но все равно конечно надо в варшаве будет поселяться еду на работку мне такая радость у меня есть на ютубе 103 бакса на вывод за прошлый месяц это просто счастье спасибо вам что смотрите и смотрите рекламу по ней кликаете блин эмоции зашкаливает как у этого поезда энергия зашкаливает так у меня я после поезда намагничаю всегда статическая энергия электричество могу быть по этой маленькой подстанцией если у кого-то есть эта система с меня может такая свет могу для целого дома держать мое любимое кофе перед работой кафе называется любит он любит у терпкая такое классно около злотых тарас